Ничего себе. Это что, пирамида в Лувре, да? Конечно же, это не Франция, это Шенчжень, окно в мир. Пойдем смотреть на маленькие-маленькие достопримечательности всего мира. Там даже Ленин есть, мавзолей лежит. Да, настоящий, конечно, не верите? Смотрите видеоролик и проверим, вру или нет. А еще там есть мумии, фараона. Честно-честно. Летучие мышки пикируют тут у нас. Четыре билета по 100 юаней. Ночной тариф. Экономим. Экономим. Единам и грузам одинаковая цена. У меня в глазах хребит. У меня тоже. Ух ты, как круто! Мы перенеслись в параллельную вселенную. В этом парке собраны абсолютно все важные достопримечательности мира. Можно сюда зайти и никуда больше не ехать. Да, Макс? Вот Макс у нас тут был. Проходил полноценную экскурсию. Говорит, тут есть и аттракционы. Нельзя трогать памятники архитектуры. Спасибо. И, в общем, здесь есть все. Пойдем, как Макс сказал. Вдоль этой улицы красных фонарей. Мы в Таиланде. Но Макс не знает, что рассказать. Сейчас прочитает с таблички. Нам все звучит. В 1782 году. Все. В 1782 году. Все. Больше не сильнее. Ну, написано в 1882 году. В Таиланде побывали. Галочку поставили. Масштаб 1 к 15. Следующая будет Корея. Что-то в Корее электричество вырубили. Северное, что ли? Не знаю. Великан, только не сломай, пожалуйста, там. Масштаб 1 к 15. Могли бы хоть фонарик тут поставить. И скорее перемещаемся в Японию. Как мы быстро путешествуем. Да. Галопом по Европам, хотел сказать, по Азии пока, да. Но до Европы еще доберемся. Япония. Масштаб 1 к 15. Построена в 1457 году. Это императорский дворец. Это такая реалистичная. Как ров, чтобы враги не подошли. Круто. А во рву плавают настоящие маленькие пираньи. Представим, что фонарик у нас яркая-яркая луна, освещающая бутоны роз, упавшие на крышу этого здания. Почему не подсветил? Ну что за фигня-то? Могли бы внутри там огоньки светящиеся, типа при свечах сидят. В Японии тоже вырубили электричество. А чтобы в следующий раз ты пришел по полной фигне. Одна эфиревая башня здесь ярко светится. Сколько всего объектов? 73. Вот это все объекты. Ну да, надо торопиться, действительно. Какие бамбуковые заросли. Иди к нам, а то ускакала кукуся. О, да тут и японки есть, и японцы. Здесь что-то интересно есть. Ну давай узнаем. Вот колокол. Свободы? А, не знаю. Ой, как хорошо свет. Конечно, как же не стукнуть-то? Смотрите, Юань за полчасика походится с этим. Это что за японские монстры? Гриб на ножке. Ой, а тут светлячки летают. Посмотрите, вокруг этого японского домика. А что же это? Светлячки на палочках. Вон, смотрите, сколько их. Да и вблизи тоже неплохо. Сад камней. Здесь, я так понимаю, выступления какие-то проходят. Здесь проводится традиционная чайная японская церемония. Но она только днем. Сейчас идем на гору Судья. Тоже в Японии? Да. Дети такие радостные. Макс себя настоящим гидом ощущает. Майя так вообще бабочка порхающая. Ну, в Фудзияму поскакали. Тут возле Фудзиямы есть лежанка. Этого объекта не показано. Традиционная японская, наверное. Мы же в Японии. Присядем, поедим, может? Надо руки помнить сначала. Да ладно. Хоть чтобы они танцуют. Вообще, если не знать, что мы находимся в центре Шинджиния, можно подумать, реально мы где-то в какой-то сказке. Так мы у самого подножья горы сидели. Тут не только исторические, культурные, рукотворные объекты, но и горы вот есть. Такое ощущение, что рыбы сейчас выпрыгнут на берег. Это что, под корм? Да, они уже только беда есть. Давай. По ним идти вот. Шрайн Джапэн. Нужно будет вернуться, посмотреть, какой-то храм в Индонезии. Обязательно. Как же мы можем индонезийский храм пропустить? Особенно учитывая, что в Индонезии мы не были. Как же красивый здесь. Я что-то не верю, что это один в пятнадцати, как-то совсем маленький. Конан Варвар пришел. О, здесь мы уже погружили. Мы еще не налюбовались этим храмом. Там даже человечки сверху есть. Видите? На дудочке играют, молятся. О, Камбоджа. Давно не были. Ну, уже год как не были. Смотрите, тут даже водоемы такие же. И стены есть. Внешняя стена, внутренняя стена, сам храм дальше. Да. На канале DenosTV 360 есть целых три видеоролика про Анкор, в том числе про этот Анкор в ад. Нам очень понравилось. Не могли удержаться. Два ролика еще коротеньких. Один прям на почти час. Супер, супер. Всем рекомендую. Ну, и видео 360 посмотреть, и съездить туда. Сва-ям-бху-нан-с, Непал. Древний регионный комплекс. Какие глазки-меласки. В реальной жизни это что-то не золото все? Да, я думаю, тут золотая вещь, как блестит, желтенькая. Я думаю, что в реальной жизни специальное золото не налит сегодня. Мы здесь можем гулять еще 4 часа. И Лена предлагает сходить посмотреть шоу, которое где-то вот там происходит. Говорит, эти объекты мы еще успеем глянуть, а шоу-то может закончиться. И вот мы снова в Китай. Посмотрите, какая великолепная, красочная арка. Китайцы обожают арки. Два клоуна каких-то ходят. Я не хочу на это смотреть. Мы решили на шоу не оставаться. Пойдем аттракционы посмотрим и продолжим изучение объектов нашего мира. Под огнями Эйфелевой башни наши дети залезли в шар надувной. И покатили, покатили, катите ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Привет, Майя. А где Макс? Ты что, у него на голове сидишь? Я специально подошел сюда, а я уже устраиваю. А можно еще раз? Это был офигенно. The Tower of Quad. Где? Не написано. Где ты вагин? Я думаю, что за достопримечательность такая красивая. А это, оказывается, туалет. Блин, да некоторые дворцы обзавидуются такому убранству туалета. Привет, зрители канала Денваз ТВ. Мы семья Васильевых. Сегодня в окне в мир. В окне в мир. Привет, привет. Информационное табло в туалете. Показано, какие кабинки заняты. Сколько человек сегодня посетили. Температуру, влажность. И другую информацию. Что там? Про туалет тоже что-то написано? Мы поняли, что не успеваем посетить абсолютно все объекты. Поэтому будем выбирать самые интересные. Пагода вьетнамская. Это пагода в Малайзии. 1889 года. Мечеть. В Иране. Хакима, что ли? Как-то так звучит. Ой, так низенько. Это один каскальки, интересно знать. Чайник обыкновенный. Объект, находящийся в Индии, построен до нашей эры. Соотношение один к двум. То есть всего лишь в два раза меньше, чем оригинал. Вот это вот Индия, Индия. Это Индия. Какой мой лепусин. Фу как-то верстил. Там внутри чем-то есть? О, ничего себе. Есть. Там даже бомжи живут. Да ладно, шучу. Я иду в храм, находящийся в Индии. Соотношение один к десяти. Вот тут тетеньки какие-то танцуют. Ничего себе. Тут целый храмовый комплекс в горе. Я надеюсь, сюда можно, но никаких ограничителей нет. Привет. Прикольно. Сверху всякие животные. С наездницами. Грудастенькими такими. Ку-ку. Ты думала, просто маленькие эти, миниатюрки? Голову отломали. В оригинале, наверное, так же. Наверное. Если это тоже миниатюра лягушки, какого же она размера настоящая-то? Нет, это не миниатюра. Ну, это же... Пещерный комплекс Карла в Индии. Один к двум. Просто потрясающе. Майя, рот закрой, а то лягушка залетит. Мы все еще в Индии. Этот ад шмахал. Страшиваем уже в Индии. Я очень хочу. Это вы не хотите говорить. Ой, там бедность, дизентерия. Вон какая красота там. Она потому что из мрамора, понимаете, сделала из мордитой, как какое-то небесное... Слушай, это всего решит от судья, мы в другую сторону. Да. А там Япония. Здесь Индия. Там Япония. Как все близко. Я, может, даже можно зайти. Тут не перегорожено. Люди ходят. Вот великаны поперлись. Домик для дюймовочки. Здесь еще можно оловянных солдатиков выставить. А мне нравится сочетание. Тадж Махал, там Эйфелева башня и луна-улыбашка. В России луна не такая. А здесь она, правда, как улыбка. Стало всем светлее. От улыбки да. Пойдемте дальше. Макс постоянно торопит, говорит, мы не успеем, мы не успеем посмотреть Гранд Каньон, мы не успеем посмотреть мумии в пирамидах. Бежим, бежим дальше. Посмотри, стой, вот тут идеальная семья. Мы в Европу торопимся. Что это? Стой! Это огромный бассейн с водой, с лягушками. Что это такое, мы пока не знаем, потому что табличку еще не нашли. Тут можно исцелять других людей. Можно позвать Бога Солнца, чтобы Он помог тебе исцелиться и здесь покупаться. Пошли купаться. Нет. Я спустился на самое дно колодца, к воде, к темной страшной бездне. Возвращаемся наверх. Вот, тут даже ступеньки есть. Интересно, куда ведут? О, нифига себе. Это городы, да? Да, тут прям... Я чувствую себя Индианой Джонсом. О! Там люди живут. Реально, да? Древние. Серьезно говорю. Я думаю, тут не хуже, чем модели, которые можно в первую очередь ждать. Я думаю, даже интереснее. Надо было здесь заночевать. Ну, пока утром можно здесь прятаться, и утром бесплатно прятаться. Супер! Мне нравится. Вот я считаю, что это Вавилонская башня. Не факт, конечно, что она существовала, но... Вот... Кто скажет без бумажки, что это такое? Это эти камни... Где? В Европе. В Англии. Стоунхендж. Я думаю, это один к одному. Майя куда полезла? Этим камням миллионы лет, а ты по ним лазишь. Говорят, их инопланетяне вообще притащили сюда. И там под землю еще какой-то храм. Ну, говорят. Макс ищет табличку. Да, Макус, поверь на слово. Он хочет посмотреть, какой год строительства. Каждый весит от 30 до 50 тонн. Наконец-то Европа. А еще впереди Америка, Австралия. Ох, сколько нам сегодня еще проходить. Англия. Дом парламента. А вот это, наверное, Биг Бен или нет? А там река. Да, и как раз это все на реке. Они тут даже реки в нужных местах расположили. А вот Букенгемский дворец. Президентка королевы. А вон там, далеко-далеко, где-то там, за морями, полями и снегами, находится Россия. Все детально сделано, все так тонко. Настоящие стекла. В реальности просто это тоже... А в реальности это похожее? Хочу в Англию. Я туда уже давно хочу. Не-е-е. Вот это я видел вживую и, знаете, как-то даже и рядом не стоит. А мы с мамой полностью вокруг обошли Кремль, когда были в Москве. На самом деле не очень большой. А вот к Ленину мы не заходили. Ленин? Да, вот здесь вот лежит первый вождь мирового пролетариата. Нет, его здесь нет. А была один раз. Ну и как тебе? Впечатлилась? Такое ощущение, что там восковая фигура. У каждой башни есть свое название, но мы кроме Спасской ничего не знаем. А что это? На территории Кремля находится голубая мечеть какая-то? Смотрите, это была православная базилика. Вот видно вот эти купола. А потом минареты добавили и сделали муфульманскую мечеть. Ай-яй-яй. Да ладно, что, а завоевали просто-то и все. Это Турция у нас. Зимний дворец, Россия. Дома и церкви по-русски написали. Ну, попытались написать точнее. Вот это все раньше строили из дерева, без единого гвоздя, как говорят. Представляете, вот так вот скрестляли нас у собой брезда, чтобы они держались. Вот видите, как на ямке. Мы из России, но этого вживую ни разу не видели. Я даже не знаю, где это сейчас в России. Можно посмотреть-то где-нибудь. Проезжая по Золотому кольцу, может быть. У меня ощущение, что я на пасеке, а это уи. Бля, прикольно выглядит. Амайя фигеет от эфиревой башни. Конечно, ногу большую зафигачили тут. Это собака или дракон? Нос не оторви ему. Франция, Версаль. Я даже вот того всадника помню. А с другой стороны, помнишь, огромный сад. Мы еще там окна открывали, хотели посмотреть. Мне по рукам надавали. Да, вот он сад. Там фонтаны классные. Это один к двадцати пяти. Представляешь, какой он огромный, если это один к двадцати пяти, учитывая, что большинство здесь один к пятнадцати. Я помню, вокруг висали были какие-то золотые ворота. Тысяча шестьсот шестьдесят первый год. Похоже на Нотр-Дам-де-Пари, но может быть и нет, потому что очень много похожих храмов. Но это на самом деле Нотр-Дам-де-Пари и даже сену сделали. Посмотрите, с одной стороны его обтекает, и с другой. Он расположен на острове. Как остров называется, не знаю. Не помню. Помнишь? А нам ведь рассказывали, когда мы там были. Я просто, знаете, о чем подумала? Что когда мы там были, меня настолько восхитило, что мы, помнишь, даже с тобой вернулись. А здесь это вообще не впечатляет. Я представляю, я пить все вот эти вещи, которые мы сейчас прошли. Ну и здесь не сильно восхищает в реальности. Это не просто поглотят. Ясное дело, какая-то там вот эта вот фиговинка никогда не передаст величие реального объекта. Это какая-нибудь Голландия. Наверное. Или Шир. А это Пиза и Пизанская башня в Италии. Ребята, посмотрите, какая отделка. Все такое, как будто это какое-то сружево. Германия. Знаю, мороз на огне. Это вообще невероятно. Что может человек такое придумать и главное создать? Я хочу туда. Я хочу посетить все места, которые есть в этой парке. Ничего себе. Так это пол жизни уйдет. Ну а почему бы и нет? Откроют вот границы. Поедем. Да, долго строили. А некоторые объекты до сих пор не достроили. Русалка. Статуя русалки. Ничего себе. А почему у нее ноги, а не хвост? Как так? Мне кажется, это Венеция. Да, а вот там вот казнили. Помнишь, между какими-то там третьей и четвертой колонной. Ну вот мы и в Австралии. Сиднейская опера, похожая на кожуру от апельсинов. И Сиднейский мост. А с этой стороны у нас Священная гора, тоже в Австралии. Здесь танцы были, когда мы с классом приехали. Австралийские? Да, это дикие такие. Лименные домики. А почему тут такие большие ноги? Или это попа? Это две попы. А вот это мне вообще напоминает фильм ужасов, где книга мертвых всяких. Там, ну, например, Зловещие мертвецы. Вот там нечто похожее из кожи, правда, было сделано. Сейчас начнется фейерверк. И мы его будем смотреть с Сиднейского моста. Вот они, да, включились. Сейчас там все разогреется. И как шарахнет. Мы хотим во время фейерверка до Венеции дойти. Из Австралии до Венеции, в принципе, не очень далеко. Так, так, так. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, как могу. Ничего себе. Быстрее, 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 быстрее. Пока не закончился фейерверк. Хочу его из Венеции увидеть. О, успел. Как вам фейерверк? Собер! Я только что посмотрел фейерверк в итальянской Венеции на площади Святого Марка, находясь в Китае, в городе Шэньчжэнь. Ну, блин, это же что-то невероятное. Я на площади Святого Марка фейерверк китайский посмотрел. Раньше на этой площади было много-много голубей, и все их кормили. Пока эти голуби совсем не обнаглели. Кстати, когда мы там были, они такие ленивые были, их можно было пинать. В общем, кормить теперь их там запрещено, за это огромный штраф. Почему? Да потому что эти голуби засрали все, они портили объекты культурного наследия. А вот в этой базилике нам запретили снимать. Сказали, что это настолько, нет, не круто, настолько ценная реликвия, что там даже дышать нельзя. Не то, что камеру включать. В общем, мы там были, но это у нас не зафиксировано. А эта площадь у нас есть на видео. Не на канале Денваз Ти Ви, а где-то в домашних архивах, но есть. Теперь идем в Африку, в том числе и в Египет. В Египет, ура! В Египте мы не были. А мы в Африке вообще не были, да? Да. По-моему, вот про это место в Голландии я смотрел передачу, что там какие-то болота были, что ли. Их осушили. Если мельницы эти остановить, то там вода прибывает. То есть они не только там муку молят, но и насосы качают в воду. Что-то такое, я помню. Это мне приснилось или это на самом деле так? Майя, твое личико мелковато для этой масочки. Красота какая. Посмотрите, это зеркала. Лавочка? О, ничего себе, какая лавочка. Опаздываем, говорит. Я всегда мечтал побывать вот в таких вот замках, где-нибудь построенных на скале, чтобы вокруг был океан. Ну, как тюрьма, в которой раньше помещали, да, граф Монте-Кристо. Маслены только что вспомнили, что когда были в Европе, в Каннах вроде, да? Да. Нас возили на какой-то остров и показывали камеру, в которой сидел человек с железной маской. Во всяком случае, нам так сказали. Ну, по преданию, что он там сидел. Было очень интересно. Макс, это больше на Колизей в Италии похоже, чем на Африку, которую ты обещал. А-а-а, в Африке горы вот такой вышины. А-а-а, в Африке реки вот такой ширины. А-а-а, крокодилы-бегемоты. А-а-а, обезьяны-кошелоты. А-а-а, зеленый попугай. А-а-а, зеленый попугай. Сфинкс. У сфинкса нос отвалился. То ли кошка, то ли человек, то ли человек-кошка. Мои бедуины ушли. Это зрелище на зеркале. Что там? Такое прям заинтриговали. Да, да, да. И что? На что смотреть-то? На что обратить внимание? А-а-а, понятно, понятно, все с вами. Ну, это-то точно инопланетяне строили. Посмотрите, вон сверху какие-то антенны. Я боюсь по африканской деревне без фонарика ходить. А то вдруг откуда-нибудь леопард выскочит. А-а-а, в Африке горы вот такой высшины. Какой высшины? А-а-а, в Африке идолы с такими писюнами. Египетская сила! Туалет в египетском стиле. Туалет-то открыт. А мумии закрыты, да? Да. Эх, сжалость какая. А я хотел мумию увидеть. Какой? Живую. Да, я тоже мая так делал, когда впервые тут был. Вот так обнялся и сделал фотографию в инстаграм. А что мы будем? Да, мы там на горе. Макс, пошли в Америку. Завидую жителям вот этих домов. Каждый день могут любоваться всеми достопримечательностями мира. И под кваканье лягушек мы перемещаемся в Северную Америку. Я вижу Нью-Йорк, остров Манхэттен. Там дальше статуя свободы. Мемориал Линкольна, Белый дом и гора, где лица, как там, Рашмарк, Рашмарк, Рашмарк. Все здесь. Вот и вся Америка, больше там смотреть нечего. Только что лягушек слушать. Макс говорит, надо в Нью-Йорк идти. Смотрите, какие маленькие деревья специально посадили. Да. Там что, вообще весь остров сделан, что ли? Не понял. Это что за басни Близнецы? Вон там мы еще не дошли до туда, там еще. Пойдемте в Южную Америку, короче. Да. Вот, оказывается, Белый дом. А то, что я думал, Белый дом, это Капитолий. Совсем не знаю я ничего про Америку. А про Мемориал Линкольна вообще знаю из фильма. С Николасом Кейджем, он там искал какие-то сокровища. Сокровища нации. Дэвид Купперсфильд, кстати говоря, эту статую прятал. Она исчезала у него вообще, представляете? Ну, правда. Вот была статуя, бац, исчезла. В интернете можно найти ролики посмотреть. Когда я уже устала и думаю, что хочу домой, открывается какой-то новый завиток парка и опять интересно. Сейчас индейцы будут. Судя по тому, что я вижу перед собой. Упадет столб на голову. Приветствую тебя, Косой Глаз. Здравствуй, зоркий камер. Да, это фудкор. Халк. Да, Халк, кинотеатр, стрельбище. Еда, которая уже закрылась. Индейцы нас обманули. Они нас сюда заманили своим раскрасом. А оказывается, это всего лишь навсего бабка-выманилка. Эх ты, зоркий глаз. Столеший. Я есть большая голова. А сверху у нас Иисус смотрит на весь парк с распростертыми объятиями. Слушай, вот это похоже долина Наска в Перу. Вот эти вот рисунки видно из космоса. А, ну или с самолета, ну да-да-да-да-да-да-да. Я сначала думала, что это карта мира, и самолеты летают, потом будет что-то мне это карта мира. Говорят, что это рисовали инопланетяне, потому что люди, находясь на земле, это не могли так нарисовать. Ну, во всяком случае, древние люди. Водопосмотреть. Поехали, поехали. Вот сюда я не просто хочу попасть. Это моя мечта. Если когда-нибудь я до сюда доберусь, буду безмерно счастлив. И я тоже. Но пока я не добрался до настоящей Мексики и пирамид Май, поднимусь вот на это. Вот дети уже здесь наслаждаются. Мексика, статуи воинов. Один к одному, то есть это настоящая их высота. Прям как в оригинале. Оба-на. Юрасик парк. Тут еще и динозавры обитают. Вот почему я слышал музыку из парка юрского периода. Я думал, у меня глючит. Там есть аттракционы. С динозаврами? Рычащими? Нет, там горилла держит автобусы, куда-сюда вот так нужно. Это, наверное, гориллы Кинг-Конг в смысле. Наверное, она бы рада, где я в ничбе. Наши дети такие фильмы не смотрят, поэтому не знают, что за горилла. Какой-то лес фантазийный. Ага. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Это крытый каток. Крытый каток и снежная комната. и вот мы снова в европе я так и хотел его сорвать и полетать на нем не знаю мне почему-то одуванчики ассоциируются с чем-то воздушным летающим он какая прелесть а там опять светлячки летают триумфальная во франции в честь победы сегодняшний вечер произошло столько событий мы с вами как будто посетили несколько стран и я надеюсь когда кончится коронавирус откроет границы вы еще чуть-чуть подрастете мы с вами пойдем в тур по европе может быть такой же как мы с папой автобусной и вы все посмотрите буквально за две недели вот ощущение что у вас 10 лет прошло столько увидите только узнаете прямо не питаетесь за одну ночь увидели все они сейчас есть так это вы настоящие мне кажется триумфальная арка один к одному потому что когда мы под ней стояли помнишь вокруг нее вот так же круговое движение и вот как-то она выглядела да также показалось что мелковато дети удивляются почему большинство людей голые макс потому что раньше одежда дорогая была они от один к трем не один к одному и перед сам выходом мы решили заглянуть в ватикан резиденция папы римского глава католической церковь да это одно из течений христианства ну что такое христианство макс ты же знаешь посмотрите сколько фигурок статой но наверное сколько же их много пути 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 а ватикан я даже не знаю как это сказать-то дворец государства что ли там один квадратный километр если есть то хорошо это один к пятнадцати большинство строений здесь один к пятнадцати ну все выходим эта семья васильевых проходит по красной площади чеканя шаг юг китая окно в мир всем пока 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 у нас League есть у нас есть юг китая окно внутри юг китая окно вичьи у нас есть это юг китая окно в очень них вы у у у И вот мы в Китае, в нашем любимом Шэньчжэне.